Всем привет! Давненько обещали вам, что на канале появится что-нибудь еще, кроме хай-фай, смартфонов и планшетов. Ноутбуки! Встречайте первую ласточку Acer Swift 5 2018 года. Поехали! Начнем с того, как компания позиционирует этот ультрабук. Относительно тонкое, компактное устройство, а главное, охренеть какое легкое. Прям так на сайте и написано, можете почитать. Вес всего 970 грамм толщина, в самом крупном месте полтора сантиметра. Во всяком случае, нам так заявляет наша офисная рулетка Йоби. А Йоби надо верить. Магниевый сплав. Именно он стал основным стройматериалом для корпуса ноутбука. Это гуд, ведь благодаря такому решению, производителю и удалось добиться невесомости устройства. И именно это является его основной фишкой. Забросил в рюкзак и погнал по своим делам. Тонкий и легкий Swift 5 практически не станет отягощать вашу сумку, а значит и руку или плечо. Что еще надо знать по корпусу? Собрано все хорошо. Зазоров, куда можно было бы уронить пару кусочков печенюхи, не обнаружено. Петля экрана в меру жесткая. Тачпак живет примерно там, где хотелось бы. Хотя, касательно последнего, кому я вру вообще? Ход кнопок адекватный и ощутимый. Да простят меня маководы, клавиши тактильно отдаленно напоминают мне клаву в моей прошке 2014 года. Набирать текст приятно, никакого дискомфорта нет. Подсветка здесь имеет всего две градации, вкл и выкл. Рядом с клавой и тачпадом проживает сканер пальца. Работает совершенно безотказно. По коням, по бабам, по морде, по плинтус, по портам. Один Type-C, две штуки Type-A 3.0, HDMI, Kensington Lock и Minijack. Рядом с ними светодиоды, нотификации работы ноутбука и зарядки. И если вы спросите меня, Сергей, ну а где же здесь кардридер? Я отвечу вам, да вот же он! Над экраном живет вебка и пара отверстий микрофонов. На днище проживают отверстия системы вентиляции и динамиков. Звук, к слову, не сильно шикарен, но громкость балует. Экран у нас представлен 14-дюймовой IPS-панелью. Сенсорная сетка с поддержкой мультитач присутствует, а значит потыкать грязными, жирными пальцами в дисплей вашего ноутбука. Всем вашим друзьям со словами «Оно дэвэс» теперь будет вдвойне приятнее. Диапазон регулировки яркости адекватен. Пользоваться ноутбуком будет комфортно и в яркий день, и темным вечером. Углы обзора не идеальны, но сносными их назвать точно можно. Искажения в рамках нормы. Разрешение панели составляет 1080p. После макбуковской ретины ощущение зернистости присутствует, но пара дней эксплуатации гаджета свели эти ощущения на нет. Насыщенность картинки плюс-минус адекватная. Малость подправить ее в настройках вам никто не помешает. Смотреть на этот экран приятно. Фильмы, работа с текстом, игры, все это будет комфортным. Что по начинке? Сердце четырехъядерный Intel Core i7-8550U с частотой 1,8 ГГц. Графика Intel UHD Graphics 620. Оперативки 16 ГБ LPDDR3. А хранилище представлено SSD-хой на 512 ГБ. А где же дискретная графика, Сережа, спросите вы? А я вам отвечу, там же где и кардридер. Еще раз вернемся к моим словам в начале ролика, это ультрабук, уважаемые, а значит, ни про какие вещи, свойственные игровым, толстелезным, тяжеленным машинам, здесь и речи не идет. В частности, это касается и выделенной графы. Этот ноут легко потянет работу в Word, не задумается при браузинге в интернет с десятью активными вкладками в Chrome, не будет тупить в фотошоп и без проблем запустит игры 15-летней давности, вроде Warcraft 3. Сложные современные игрухи нам не по зубам. Тем не менее, пару примеров вам приведу. Far Cry 5 лагает на самых минимальных настройках даже в моменты прокрутки интро-роликов, играть просто невозможно. World of Tanks графика между серединой и полным дном. С FPS явно не все хорошо, но при желании и обучении пройти можно, дальше ваших нервов может не хватить, выпадающие кадры присутствуют. Diablo 3. Высокая графика, немного глюка в динамических сценах средняя, все по красоте играть можно. Напомню, третьему Diablo в этом году исполняется 6 лет. В общем, играть на Swift 5 2018 это то же самое, что попытка разжевать асфальт. Поработать челюстью не грех, но вот только вкус молотых зубов не всем придется по нраву. Ну и под конец батарейка. Официальный сайт компании заявляет о наличии двухсекционного аккумулятора на 4670 мАч, который в теории должен давать ноутбуку 8 часов автономной работы. В реальности показатель на часика полтора ниже, но конечно же все зависит от нагрузок. Суммарно неплохой показатель, как для такого невесомого устройства. Выводы. Сейчас этот ноутбук можно взять примерно за 1600 долларов в той модификации, которая была у нас на обзоре. Большие ли это бабки? Ну естественно. И многие из вас откажутся прощать этому ноуту практически нулевую игровую производительность за этот бюджет. В целом я с вами более чем согласен, но есть одно но. Перед нами ультрабук, главным козырем которого является мобильность. Если вы подыскиваете себе агрегат с упором на это свойство, предполагаю, что таким приобретением вы полностью останетесь довольны. Всем остальным рекомендую смотреть на игровые линейки Nitro и Predator. В описании этого видео ищите ссылочку на данный ноутбук в различных интернет-магазинах, а также линк на кэшбэк, который поможет вам экономить деньги на покупках в интернете. С вами были Сергей Шихайлов и проект Ferum.com. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал, а также поделиться данным роликом со своими друзьями. Это очень нам помогает. Всем спасибо за просмотр. Пока.